Раз, раз. Коллеги, добрый день. Всем, кто выжил после пиццы, после долгого доклада. Меня зовут Дмитрий Павлов. Я руковожу направлением распределенных реляционных СОБД в проекте ArenaData. Я расскажу, чем мы занимаемся. Мой доклад будет немножко отличаться от тех докладов, которые обычно на метапах Ignite проводятся, потому что мы используем Ignite немножко по-другому. Мы используем его как, в первую очередь, SQL реляционный СОБД. И вот здесь хорошо вспомнить тот слайд, который был на предыдущем докладе, что Ignite такая очень сложная штука. И вот мы берем всего два квадратика, которые были в левом верхнем углу. Это SQL и транзакции. Собственно, о чем я сегодня буду рассказывать. Как интересно расползся слайд. Я расскажу, кто мы, почему мы пришли к Apache Ignite. Я расскажу, зачем он нам понадобился, почему он нужен нашей аналитической СОБД. Вкратце мне придется рассказать, что же такое наша аналитическая СОБД, что она умеет. Я расскажу, как мы это сделали и приведу пример конкретный от одного из наших заказчиков. Ну, практически там с приземлением на его инфраструктуру даже. Соответственно, о нас. Мы в первую очередь вендор, мы разработчики. Мы делаем свою корпоративную платформу хранения и обработки данных. В своей работе мы используем только open source компоненты. То есть все наши доработки, они открыты, их можно скачать, посмотреть. Большую часть внимания мы уделяем вот этим трем продуктам. Это распределенная СОБД Greenplum, фреймворк PXF, платформа extension фреймворк. О нем я расскажу чуть позже. И Apache BigTob. Это проект, связанный с кластером Apache Hadoop. О нем тоже будет позже. С 2015 года мы входим в Open Data Platform Initiative. Это организация, которая сертифицирует разработчиков технологий Big Data для того, чтобы их решения были совместимы между собой. Ну, чтобы, грубо говоря, ваше СОБД работало со всеми BI-системами, со всеми Hadoop-системами, представленными на рынке. Соответственно, пару слов о нашей платформе. Что же это такое? В центре платформы находится наша распределенная MPP СОБД. Дальше я расскажу подробнее. Холодный слой для данных – это кластер Hadoop. Также я расскажу подробнее, как мы его используем. Недавно появилась третья компонент, о которой, собственно, пойдет речь. Это Apache Ignite. Да, все эти компоненты представлены под нашими торговыми названиями. На самом деле внутри тот же самый open source. Это связано с более такими коммерческими причинами, почему мы их назвали по-своему. Об этом тоже можно будет в куларах поговорить. Эти три ключевых компонента связаны с помощью фреймворка PXF, с помощью которого они взаимодействуют параллельно. Тоже на следующих слайдах я покажу. Еще один компонент – это стриминг платформа на базе Kafka и Kafka Manager, чем-то похожая на Confluence. И, соответственно, наша собственная разработка. Вот эта разработка пока не open source, но я думаю, что мы выложим его в open source, когда будет первый стабильный релиз. Сейчас она к нему подходит. Это cluster manager. Если вкратце, то это как Clouderer Manager или как Ambari Manager, который управляет кластерами Hadoop, но для различных кластеров различного назначения. В том числе вы можете сюда свои доработки также включать, и этот cluster manager будет управлять вашим ПО даже пропоритарным. Вот это наша платформа. Как я говорил, все open source, все можно найти в нашем репозитории на GitHub, в наших репозиториях на GitHub. Также мы собираем бинарники. Все бинарники наших продуктов можно скачать, использовать совершенно бесплатно. Только небольшая часть наших сторонних доработок, она закрытая и поставляется нашим клиентам. Там действительно немного, и нужно это только интерпрайзу. Пробовать использовать в продакшене можно все. Ну и подходим к вопросу, зачем вообще нам понадобился Apache Ignite. Если посмотреть на график, на графике вертикальная ось – это ценность данных, которые есть в компании, в хранилище, где угодно, и горизонтальная ось – это возраст данных, то можно заметить две такие корреляции, что самые ценные данные из всего массива обычно либо самые свежие, которые пришли в течение нескольких секунд в нашу систему, либо те данные, которые хранятся достаточно давно в большом объеме, и по этим данным можно собирать интересную статистику и строить какие-то модели, предположения использовать это в своем бизнесе. И если наложить вот те три технологии ключевые, о которых я рассказывал на предыдущих слайдах, то получается вот такая картина. Классическая MPP-суббд закрывает с собой большую среднюю часть, но тем не менее наименее ценных данных. Кластер Hadoop закрывает с собой исторические данные, то есть те данные, по которым лишь изредка нужно поднимать агрегацию для пересчета модели. А вот как раз InMemoryCash закрывает с собой самые горячие данные, которым еще не исполнилось нескольких секунд, которые появились в системе, и на основе которых можно быстро принять какое-то решение. Послать клиенту смс-ку в догонку, не уходите, мы вам еще что-нибудь продадим. Такого плана. То есть быстрый экшен, который принесет какой-то value моментально. И если вот это использование InMemory разложить на два самых частых кейса, то первый кейс будет для входных данных, когда InMemoryCash используется для входных данных. То есть у нас есть множество источников. Эти источники могут быть совершенно разными. Это могут быть системы, которые генерят данные, могут быть с UBD, в которые эти данные приходят, их надо забирать. Но объединяет их всех одно. Это все LTP-нагрузка. То есть количество queries, я говорю в терминах SQL, я думаю понятно, что query это некий запрос, не просто putget, а более комплексное понятие. Количество queries равно количество туплов записей. То есть, проще говоря, огромное число инзертов по одной записи. Вот у нас есть четыре клиента. Каждый клиент пишет 10 тысяч записей в секунду по одному инзерту. Для MPP такая нагрузка означает смерть. Она не предназначена для такой нагрузки. Она любит маленькое число запросов, каждый из которых перелопачивает миллиарды строк, инзерты по несколько миллионов строк. Собственно, именно для этого мы используем InMemoryCash. Мы агрегируем в нем данные за какой-то очень маленький период времени, относительно маленький, полминуты, минута, может быть десятки минут. Некоторым заказчикам достаточно даже часов. Эти данные агрегируются. И затем микробатчами уже с малым числом запросов, но большим числом записей в каждом запросе попадают в MPP. Таким образом, нагрузка на MPP становится близкой к идеальной для такой СУБД. Вставляем раз в минуту по несколько миллионов записей. Одновременно с этим есть необходимость, чтобы пользователи, придя в MPP и в MPP СУБД, и запросив данные из какой-то таблицы, увидели как те данные, которые лежат в MPP, так и те, которые находятся в кэше и еще не успели смигрировать в теплое хранилище. Теплое хранилище в данном контексте – это распределенная СУБД, MPP СУБД. Второй кейс – все в точности, да наоборот. У нас есть хранилище, распределенная СУБД, которая любит тяжелые запросы, которая способна перелопатить 10 миллиардов записей, сжойнить десятки таблиц и на основе этого родить какую-то ценную таблицу или витрину, другими словами. То есть ту таблицу, к которой уже необходимо обращаться пользователям. И все хорошо, если пользователей мало. Если пользователей тысячи или даже десятки тысяч, а бывает и сотни тысяч, если это какой-то государственный проект, где каждый человек может зайти и что-то проверить, теоретически каждый человек в стране, то возникает проблема. Мы опять получаем OLTP-нагрузку. Несмотря на то, что каждый пользователь генерит малое число запросов, количество пользователей создает нагрузку близкой к той, которая была в первом кейсе. Здесь опять приходит на помощь InMemory Cache, в которой мы микробатчами скидываем те самые горячие витрины по мере того, как мы их пересчитываем. И уже InMemory Cache отдается на растерзание всем этим десяткам тысяч пользователей. Это, собственно, теория, чего мы хотели достичь. Теперь немножко о том, как мы это сделали. Здесь мне придется рассказать о нашей СУБД. Она не совсем по теме сегодняшнего метапа, не совсем InMemory и не совсем Cache. Но нужно понимать просто ее архитектуру, чтобы понимать, что мы сделали и почему оно так работает. В первую очередь пару слов буквально. Чем же MPP архитектура отличается от SMP? Классическая СУБД работает на одном сервере. СМП архитектура. У сервера свой набор процессоров, ядер, отдельных сокетов, свой набор большой памяти, своя дисковая полка мощная. Все хорошо, все работает. Postgres, Oracle, любая СУБД, все замечательно работает до тех пор, пока количество данных не начинает расти. Количество данных вырастает, вам не хватает этого одного сервера, вы покупаете новый сервер, в котором в два раза больше сокетов или ядер, или в два раза более мощный ЦПУ, в два раза больше памяти, еще одну дисковую полку, этот сервер выкидываете. По сути, не очень удобная ситуация, особенно если учесть, что рано или поздно вы придете к тому, что один сервер не потянет всю вашу нагрузку. MPP работает иначе, особенно shared nothing MPP. Shared nothing означает здесь, что у каждого сервера свои ресурсы. Бывает, например, MPP не shared nothing, когда один из ресурсов шарится по всем серверам в кластере. Так вот, Arena Data Database – это классический shared nothing MPP. Каждый сервер имеет свой набор ЦПУ, свою память и свое дисковое хранилище. Обычно это не полка, а локальные диски в RAID контроллере. Что это дает? В первую очередь, это масштабируемость. Мы знаем, что сейчас у нас 2 терабайта данных и 4 сервера. Мы знаем, что когда у нас будет 4 терабайта данных, у нас будет 8 серверов, и мы получим то же самое в производительности. Во вторую очередь, это линейный рост той самой производительности. Мы всегда можем предсказать, когда и сколько серверов нам понадобится, исходя из наших текущих потреблений. Ну и бонусом идет отказоустойчивость. То есть понятно, что есть то самое шардирование, те самые реплики, которые есть в любой распределенной системе. То есть при выходе из строя одного из серверов или даже половины кластера, кластер продолжает работать, отказа в обслуживании нет. Таким образом, если верхний уровень, вы еще раз посмотреть на СУВД. Наше СУВД – это большое число сегмент серверов и мастер-сервер. Естественно, что взаимодействие через мастер-сервер относительно медленное. Оно для интеграции с внешними системами, которые требуют небольшое число данных. Также сюда попадают запросы от пользователей, которые возвращают небольшое число строк. Все самое интересное происходит напрямую с сегментами. То есть если вы хотите быстро общаться с нашей СУВД, вы должны уметь обращаться с ней кластерно через каждый сегмент. Ну здесь несколько фич нашей СУВД, которые мы поддерживаем. Наверное, ключевое здесь – это ACID и NCSQL. То есть любое приложение, которое работает с Postgres, будет работать с нашей СУВД, не зная, что это на самом деле арендата датабейса, распределенная система. Так вот, первая фича, которая мне понадобится, чтобы объяснить, что мы сделали, это параллельная интеграция. Благодаря нашей доработке фрейморка параллельной интеграции PXF мы смогли создать такую интеграцию между несколькими кластерами и системами, скорость взаимодействия которой растет с ростом кластеров. То есть если ваш кластер Greenplum вырастет в два раза, объем ваших горячих данных также вырастет в два раза, вы нарастите еще несколько нод в InMemory Cache, скорость взаимодействия суммарная по кластеру также увеличится в два раза. В общем случае, каждая нода взаимодействует с каждой нодой другого кластера. Но для Hadoop это не очень справедливо, потому что у Hadoop есть name-нода, и каждый сегмент сначала обращается к name-ноде, получает адрес того блока, который ему нужен, и идет на конкретную дата-ноду. В Ignite это в большинстве случаев так, при взаимодействии с Ignite это так. Иногда, единственное, бывает исключение, это тоже зависит от affinity функций, но почти всегда это так. Вторая фича, которая понадобится, это pushdown. Это наша такая маленькая гордость, наша маленькая победа. Это достаточно большой объем изменений, которые мы внесли в Grimplum. Здесь вот заветная плашка Merged. В общем, разрабатывали мы это месяца 2-2,5, и еще полтора месяца мы писали этот pull request и отвечали на 46 комментариев, которые нам оставили представители Apache-сообщества и приводили, согласно этим замечаниям, модифицировали код, документацию, код стайл, в общем, много-много-много всего. Благодаря этой доработке при общении двух систем, кластерных или не кластерных, неважно как, Arena Data Database при требовании данных из внешней системы спускает в эту внешнюю систему предикаты из where-условия запроса. То есть фильтрация предварительная происходит на стороне системы источника. Таким образом, если, например, в Hadoop у вас лежит таблица или какой-то там HDFS-каталог, который занимает 30 терабайт, а вам нужно получить оттуда 10 записей, как это работало до этого без фичи pushdown, все эти 30 терабайт выкачивались в гримплам в память или в специальную спил-область на дисках, там фильтровались, эти несчастные 10 строк доставались и отправлялись к клиенту. То есть между кластерами взаимодействие было очень нагруженным, так как каждый раз мы передавали все данные. Теперь гримплам и Arena Data Database, так как теперь эта доработка есть в гримпламе тоже, прокидывает where-условия во внешние системы, они отфильтровывают и возвращают результат. Это значительно снижает нагрузку на сеть и на саму Arena Data Database, но, естественно, повышая нагрузку на внешнюю систему. Тут ничего не поделаешь. Это была вторая фича. Третья фича – это федеративное хранение, которое есть в гримпламе, а именно федеративные таблицы. Что это такое? В гримпламе и также в Arena Database вы можете создать таблицу, которая для внешнего потребителя будет выглядеть обычной таблицей, но внутри она будет нарезана на партиции. Эти партиции создаются с помощью партиционирования таблицы по определенному ключу, который может быть одним полем или несколькими полями, или даже каким-то условием и так далее. Это не шарды, то есть это не горизонтальное шардирование, это дополнительно к шардам еще вертикальное шардирование. То есть на каждой ноде у нас будет три партиции. Здесь важно понимать отличие шарды и партиции. И вот эти партиции можно хранить на разных устройствах. Например, самые старые данные мы храним вообще чуть ли не на лентах, теплые данные мы храним на обычных SAS HDD, и самые горячие данные мы кладем на SSD. И вот такие партиционированные таблицы, а именно их партиции, можно хранить на внешних устройствах. Теперь, если вот эти три фичи вместе схлопнуть, мы получаем вот такую штуку. Это проще показать на примере. У нас есть таблица. В этой таблице три поля. Я для примера, естественно, создал таблицу с девятью записями. Понятно, что на самом деле тут может быть миллиарды-миллиарды записей. В таблице есть поле date, и таблица партиционирована по полю date. То есть первая партиция, она светло-зеленая, хранит в себе самые свежие данные за этот год. Вторая партиция хранит данные за три года. И третья партиция, все остальное, какие-то там бородатые года. Теперь мы эти партиции распределяем по нашим системам. Теплые данные, которые обычно содержат в себе те данные, к которым достаточно часто обращаются ETL, процессы и так далее, они лежат в MPP-субоде. Она обеспечивает нужный нам SLA. Это от нескольких секунд до нескольких минут, если это тяжелый большой запрос. Но и стоит, соответственно, дороже, чем Hadoop. И существенно дешевле, чем in-memory. Ну, холодная партиция, понятно, что лежит в Hadoop, которую мы поднимаем раз в год, чтобы посчитать, что там изменилось в поведении пользователей. И, естественно, там совершенно другие SLA, но и стоимость существенно дешевле. Ну и горячая партиция лежит в in-memory кэше. Теперь, когда мы пишем запрос к такой таблице и указываем условия по полю date, который попадает в одну из партиций, ArenaDatabase не сканирует ни свои диски, ни Hadoop, а прокидывает запрос, точнее запросы и параллельные, напрямую в in-memory кэш. И ответ, пользователь получает со скоростью in-memory кэша плюс небольшая дельта на поднятие сессии и так далее. Ну, естественно, это не будет честная скорость in-memory, но благодаря следующим фичам выигрыш будет понятен. То же самое, если мы делаем наоборот, мы доставим холодные данные, то sub-bd сканирует две своих партиции, в in-memory уже не лезет. А теперь, если к этому добавить pushdown, то есть если мы добавляем еще некое условие в наш запрос, то это условие пробрасывается напрямую в одну из партиций и в одну из внешних систем. И уже там происходит фильтрация. То есть данный конкретный запрос, выполненный вот на этой таблице, уйдет в in-memory, в ignite прилетит запрос, точнее много параллельных запросов, в котором будет вот это where-условие. Ignite, скорее всего, по ключу, по индексу, точнее, ну по прайм-моряке, отсортирует, точнее, отфильтрует нужные нам данные и вернет одну строку. В данном случае. Понятно, что если бы не было ни партиционирования, ни pushdown, все это работало очень сильно дольше. Насколько дольше зависит от кардинальности данных и от того, как выворку мы делаем. Ну и, собственно, небольшой пример. Никаких live demo. Я решил наделать скриншоты. Собственно, тестовый кластер, две ноды ignite, классические, только in-memory, без персистенса мы рассматриваем только in-memory, потому что понятно, что в качестве персистенса мы используем свою sub-bd. Две compute ноды, ну в терминах гримплама, это сегмент ноды, сегмент ноды гримплама, arena data database и masterhost. То же самое у Hadoop, две data ноды и name нода. Здесь черным показаны affinity функции, они немножко, конечно, по-разному называются, но суть одна и та же. На самом деле, во всех распределенных системах так или иначе есть affinity функции. В ignite это affinity функции, в гримпламе это ключ распределения партишинки, в Hadoop это в принципе рандом, по большому счету. Первый шаг. Мы создаем вот ту самую таблицу, которую я показывал с тремя партициями, только здесь партиция 4. Что это все значит? Я создаю таблицу, дефолтную ориентацию указываю колоночную, создаю ее с партиционированием по полю ID, и одну из партиций принудительно, точнее, три партиции я принудительно делаю с ориентацией row, то есть строковые, одну из партиций принудительно оставляю с ориентацией колоночной, дополнительно ее сжимаю zlib с уровнем компрессии 5. То есть получается таблица, в которой 4 партиции, распределена она по полю ID, в первую партицию попадут записи с ID от 0 до 20, во вторую от 21 до 40, в третью от 41 до 60, в четвертую от 61 до 80. Все просто. Теперь вот, к сожалению, здесь не видно ID, немножко съехала картинка. В общем, я оставляю 2 пачки строк, по 5 строк в эту таблицу. У первой пачки строк ID начинается с 22 и заканчивается до 26, у второй с 42 до 46. Короче говоря, я оставляю данные во вторую и в третью партиции. Первая и четвертая партиции остаются пустыми. Делаю select, получаю все мои, сколько там, 10 строк, которые ты оставил. Затем здесь пропущен шаг, как я создаю таблицу с такой же структурой в Ignite, но все то же самое, create table. Единственное, что здесь надо сделать, это привести типы, так как типы немножко отличаются в разных СОБД. Где-то варчар, где-то текст, где-то date, где-то timestamp, где-то real, float и так далее. В общем, руководствуясь нехитрой логикой, можно это все свести воедино. Создать таблицу в Ignite, а затем создать вот такой интересный объект в нашей СОБД. Этот объект ссылается на таблицу в Ignite, использует профиль Ignite, это тоже наша разработка. Этот профиль использует REST протокол Ignite. Есть также GDBC протокол, они для разных задач. Один подходит для одних задач, для других, но суть одна и та же. Указываем название кэша, указываем размер буфера, который передаем Ignite, чтобы он давал нам пачками. И затем указываем вот таких три важных параметра. Partition by, указываем имя поля, ID, range, указываем промежуток, который забирать. И интервал, там, к сожалению, съехал, по-моему, там интервал равно 10. Что это значит? СОБД видит range, видит, что начинается он с нуля, заканчивается 100, интервал равен 10. Это значит, что мы делим все данные на 10 частей по 10 записей. То есть 100 делим на 10, получаем 10 чанков, которые мы должны получить из Ignite. Каждый такой чанк берется одним логическим сегментом Grimplama. Логический сегмент не равно физический, то есть на одном сервере может быть много логических сегментов Grimplama и Arena Data Database. И таким образом вот эти чанки, они выстраиваются в очередь. В моем случае, в моем тесте, у меня было 4 сегмента. То есть на старте в Ignite прилетает 4 запроса. В каждом запросе указывается where-условие. Where-ID от 0 до 10, это первый запрос. Второй от 11 до 20, второй и так далее до 40. Прилетят 4 параллельных запроса по primary key Ignite это быстро отдает. Как только первый запрос завершается, тот сегмент, чей запрос отработал, берет следующий запрос из очереди и опять пуляет. И так цикл повторяется, пока мы не дойдем до конца вот этого range. Здесь понятный минус и понятный плюс в принципе. Минус, что мы должны знать что-то о таблице, из которой мы забираем данные, мы должны знать, какое там распределение ID. Ну а плюс тот, что мы всегда сами управляем размером чанка и можем оптимально его подбирать под таблицы разной ширины. Ну и собственно говоря, я создаю вот такой внешний объект, внешняя таблица в терминах нашей СУБД, которая ссылается вот на такой вот location. Location это описание того, как нам забирать данные из Ignite и как их туда класть. Вставляю туда 6 строк и обратите внимание, что ID-шники попадают в первую партицию. Я делаю select из этой внешней таблицы и получаю мои 6 строк. То же самое я делаю с хаевом, но с хаевом location значительно проще. Всего два параметра, таблица и профиль. Это и плюс и минус опять-таки, потому что иногда хочется некоторой гибкости и батча тоже хочется сделать другими. Все то же самое. Такая же структура у таблиц. Естественно, у всех таблиц структура должна совпадать, количество полей, их типы и так далее. Вставляю данные, которые попадают в четвертую партицию от 61 до 66. И делаю select, получаю данные, которые реально лежат в хаеве таблице. И затем я делаю небольшую магию. Я, собственно говоря, связываю ту самую таблицу, которую я создал в самом начале, с моими внешними таблицами. Партицию под номером 1 я связываю с внешней таблицей, которая смотрит на inmemory. Партицию под номером 4, которая от 61 до 66, я связываю с внешней таблицей в хаеве, которая смотрит на таблицу в хаеве. Если посмотреть теперь на вывод системного каталога с UBD, здесь первый столбец это название партиции, второй это constrate, который наложен на эту партицию, чтобы при ставке в эту таблицу с UBD понимало, куда ей отправлять эту запись, какую партицию, собственно, надо вставлять. И четвертая колонка это storage, x это external, это означает, что у нас внешняя таблица, h это heap table, то есть это строковое хранение, и c это column storage. Таким образом, три разных типа хранения, строковое, колоночное и вообще отданное на откуп внешней системе, соседствуют в одной таблице. И, собственно, теперь мы делаем запрос сверху. Ну, здесь как бы сам запрос не показан в результат, показан в explain. Explain это план запроса, план выполнения запроса. Но если кто знаком с Postgres, он узнает, все слова очень похожи. План тоже очень похож. И здесь видно, что, во-первых, за счет того, что я указал ID меньше 40, сканируются всего две партиции, то есть две партиции отметаются. Если у вас в каждой партиции по 10 миллиардов строк, это может быть существенно. И вот этот вот filter condition, он дополнительно еще пробрасывается во внешнюю систему. Здесь в плане, к сожалению, этого не видно. Это видно в логах внешней системы. У них приходит достаточно сложный запрос. Вот этот вот pushdown, который мы реализовали, он позволяет достаточно сложные структуры пробрасывать. Есть некоторые ограничения. К сожалению, не поддерживается or соединение where statement, только and, то есть только или. Но во всем остальном практически все работает. Like, between, not between, в общем, все даже самое экстравагантное. Еще что интересно, когда subod пробрасывает вот это условие в ниже стоящую систему, дополнительно, получив результат, она все равно еще раз прогоняет его через фильтрацию, через уже на своей стороне, потому что мы не можем доверять внешней системе. Потенциально там может быть любой GDBC драйвер, ненадежный, он может вернуть некорректный результат, может быть сама система кривая. В общем, дополнительно мы еще тратим некоторые усилия на фильтрацию. Это уже достаточно небольшие усилия, потому что по идее основную часть мы должны были отфильтровать в ниже стоящей системе. Вот. Ну, собственно, на этом все. У меня достаточно быстрый доклад. Хочу пригласить вас, если есть заинтересованные люди в такой вот аналитической нагрузке, помимо memory, помимо LTP, которые здесь более часто используются. У нас есть классный канал про GreenPlan, там сейчас уже почти 140 человек, очень много, кто использует GreenPlan в продакшене, в частности, там крупнейший российский пользователь, банк Тинькофф, и другие компании тоже все там есть. очень оперативно можно получить консультацию, как работает GreenPlan, как стоит его использовать, как не стоит, вообще стоит ли идти в эту тему. Вот. Ну и шутки, конечно, там тоже классные. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Поэтому, если есть вопросы, с радостью отвечу. Вопросы только в микрофон, пожалуйста. Здравствуйте. У меня два вопроса. Они все-таки больше к вашему решению относятся, нежели к Ignite. У вас была картинка вот с шестью серверами, где у вас там два Ignite, два. Собственно, вопрос в том, что вы до этого говорили, что вы внутри Ignite бачуете как-то изменения, прежде чем их сливать в GreenPlan. А потом вы сказали, что в Ignite вы Persistence не используете. То есть... Только memory. То есть все изменения вы вот эти бачуете именно в памяти. Не боитесь, что у вас все это грохнется рано или поздно? Смотрите. Во-первых, мы используем реплики. То есть одна и та же строка хранится как минимум на двух серверах. Во-вторых... Да, я согласен. Во-вторых, мы... Продолжайте. Рано или поздно грохнется. Рано или поздно грохнется. И что мы потеряем? Мы потеряем несколько секунд данных, которые остались во внешних системах, скорее всего. В любом случае мы с заказчиком это проговариваем всегда. В любом случае мы доносим его, что только in-memory вычисления без Persistence. Это in-memory вычисления. Два сервера одновременно перезагружаются. Вы теряете несколько секунд самых свежих данных. В первом кейсе действительно с LTP, если данные не хранятся еще и на исходных системах, если мы их теряем капитально, то да, можно потерять какую-то часть данных. Всегда... Вот пока не было такого, чтобы заказчики не шли на этот риск. То есть даже бизнес, он согласен на этот риск. И второй вопрос у меня был про Hadoop. Я не знаком с GreenPlan, но знаком с некоторыми другими аналитическими базами данных, в том числе с ClickHouse, например. И мне не очень понятно, например, роль Hadoop, потому что другие аналитические баз данных, они спокойно переваривают огромные просто терабайты данных, они просто делят это все по партициям, и партиции, соответственно, поднимаются, ну, как, скорее всего, и в вашем случае, только те, непосредственно, в которые приходит запрос. И вот это вот шаманское все… Зачем нужен Hadoop? Да, зачем нужен Hadoop? Hadoop нужен по нескольким причинам. Самое основное – это то, что MPP – это дороже, чем Hadoop получается. Тупо дороже по оборудованию, по обслуживанию, по поддержке и по, ну, банально, по DBA. То есть Hadoop – фактор репликации 3 и вперед. Никакого рейда, ничего. Вот в MPP минимальный фактор репликации, если все там, все реплики, привести рейды и так далее, это примерно 4. То есть на 1 терабайт вы должны иметь 4 терабайта дискового пространства минимум, а лучше еще больше с запасом подспилфайла. Это дорого. Вот. Поэтому вот то, что вы сказали про объемы, сама с UBD, у нас, например, сейчас есть некоторый проект, там расчетная мощность 50 петабайт, сейчас пока там говорим о 5 петабайтах. С этим справится, сама с UBD с этим справится. Партиционирование, индексы, компрессия – все, и вперед. То есть проблем не будет. Проблема в другом, что если что-то используется редко, зачем это хранить в MPP? Можно поставить Hadoop, который суммарно будет стоить в половину стоимости MPP, или даже там, пускай даже в две трети, и свалить туда холодные данные, которые нужны раз в год какому-нибудь одному аналитику. Спасибо. Люди со свойственным им воображением, они наделили Hadoop в последнее время некими мифическими свойствами, и они думают, что все, что они не могли раньше делать во всех с UBD, это может делать Hadoop. Или если он сейчас это не может делать, то он через какое-то время обязательно это сможет делать. Поэтому где надо и где не надо, они суют Hadoop. И вот они очень хотят, чтобы все, что у них есть, с Hadoop интегрировалось. Мы их всячески отговариваем это делать, но тем не менее Hadoop, как вы знаете, очень часто где используется, где-то удачно, где-то неудачно. Поэтому устроя платформу больших данных, не предусмотреть вот такую штуку, как Hadoop, достаточно, скажем так, это неправильно. Вот классический пример. Немножко маркетинга. Ну это не маркетинг, но тем не менее, да. Классический пример. Все хотят Data Science. Никто не понимает, ну ладно, не все понимают, что они хотят вообще, но все хотят Data Science. Вот мужики сходили в баню, у всех есть Data Science, у меня нет Data Science, я хочу Data Science. Что такое Data Science? Это Hadoop, это Python, это там Secret Learn какой-нибудь, и на ЛТК. Что, ваш MPP-свободе это может? Может. Как может? Нам сказали, только Hadoop это может. Не все еще понимают, что в MPP-свободе тоже есть Python, который намного интереснее даже. Он там может завернуться в Docker, и ему можно ограничить ресурсы. А еще он дешевле, потому что один, например, Data Scientist пишет какие-то Python функции, а потом 100 аналитиков, которые не знают Python, используют это, только зная SQL, потому что SQL дешевле. То есть получается, просто физически дешевле к функциям Data Science предоставить доступ в MPP. Но есть поверье, что если Data Science, то это обязательно Hadoop. Это обязательно Spark, Spark SQL, R и так далее. Вы не смеетесь, мы видели проект, называется система автоматизации сбора урожая. На 100 гигабайт. 100 гигабайт. 100 гигабайт. И разгорнули Hadoop. Там даже Postgres. С всеми компонентами. И кто-то вот такой пробовал. Просто наболело уже. Я правильно понимаю, что фактически клиент заходит через мастер ноду GreenPlan? Да, но клиенты тоже делятся на глупых клиентов и умных клиентов. Это я про софт как бы. То есть глупый клиент, он думает, что это Postgres. Он заходит и вообще не понимает, что здесь Ignite, что здесь какие-то сегменты. Он пуляет свой запрос, получает результат. Естественно, если он захочет получить 10 терабайт, то эти 10 терабайт будут прокачиваться через мастер. В принципе, мастеру от этого ни горячо, ни холодно, потому что здесь обычно либо 10 гигабит, либо 40 гигабит, внутренняя сеть, либо даже 100 гигабит. А с клиентом чаще всего это там гигабит, может быть максимум 10 гигабит. То есть мастер здесь тоже не чихнет, но клиент будет это прокачивать очень долго. Есть же умные клиенты, под ними я подразумеваю сторонние ПО, которые понимают, что перед ним кластерная система и умеют общаться с ним соответственно параллельно. Это в первую очередь ETL, ELT, софт. Я думаю, что здесь просто не очень популярно это ПО. Там информатика, Power Center, SAS, Subbusiness Objects, по-моему, тоже есть коннектор у них. Они понимают, что перед ними Grimplum, они вытаскивают всю информацию из его каталогов о расположении данных и сегментов и общаются напрямую с сегментами. Там уже скорое взаимодействие ограничено вашим сервером, сервером клиентским. Сколько он сможет с себя всосать, столько он получит. Поэтому ваше утверждение правильное. Клиенты ходят через мастер, но лишь отчасти, потому что не все клиенты ходят через мастер. И еще такой вопрос. То есть это позиционируется как база данных, а что по поводу ключей, внешних ключей, ссылочной целостности и так далее? Нет, ForeignKey не поддерживается. Причем его и не планируется на самом деле поддерживать. Они сделаны для обеспечения совместимости. То есть если вы напишите create table.tata foreignKey на table.tata условно, то запрос выполнится. Но ForeignKey не будет проверяться. Это сделано чисто для совместимости. Не планируется это делать просто потому, что все-таки это история про дваж, и в дваж есть Data Warehouse. И в Data Warehouse есть такое поверье, что не надо перекладывать логику Data Quality на субэдэ. Она должна выполняться ETL джабами и должны быть специальные демоны Data Quality. В общем, это отдельная история, целая религия там. Ну да, это еще и сложно сделать физически. То есть две таблицы. В принципе, это можно сделать, если они распределены по одному ID. Ну там уже получится, но не дай бог там они перераспределятся. Два вопроса. Может больше. Вот мы сейчас видели некий статический случай, когда мы при создании таблицы раскидали ее партиции. Соответственно, а есть возможность динамически вынести партицию в external storage? Существующий. Сначала определить ее как нативную партицию, потом перенести. Да. Ну это как бы это ручная операция, это там 2-3 запроса SQL. Ну да. Вы создаете точно так же внешнюю таблицу, создаете таблицу в внешней системе, переливаете данные с партицией напрямую во внешнюю систему и опять подменяете партиции. То, что я тебе показывал, Магия. Да, спасибо. И второй вопрос. Вот мы описываем внешние партиции в Hadoop. как, судя по синксу, некая синдексису, некая внешняя таблица в Hadoop. Мы, в принципе, при этом создании эта таблица должна существовать или он создает ее сам? Да, понял вопрос. Чисто сама с UBD ничего создавать во внешних системах не будет. Это не ее задача. Ее задача только записать или получить. У нас сейчас разрабатывается отдельный продукт. Это такая достаточно востребованная тема, которая будет сам создавать вот эти таблицы, следить за их консистенцией, консистентностью между системами и приводить типа одной системы к другой системе. И также он же будет в дальнейшем заниматься переливанием данных по мере их устаревания, например, в горячей партиции в Ignite. Эти данные нужно будет прилить в другую партицию. Ну, тут вопрос в том, на самом деле, что в Hadoop можно создать таблицу тоже партицированную, условную, а там предикат будет еще лучше. Да. Так. А, ну, третий вопрос, наверное, да, извините. Сейчас закончу. Я так понимаю, джойны на внешние системы не пушдауниться? Нет, джойны нет. Здесь несколько причин есть. Ну, первое, потому что это физически тяжело. Это уже задача ELT-софта. То есть, такой умеет ELT-софт. У него есть свой пушдаун. Он понимает, что там одна система перед ним и прокинет это. Но, что более важно, на самом деле, я пробовал, проводил такое тестирование. Были две таблицы в Hive, достаточно объемные. Правда, тогда еще не было ни Hive on Spark, ни Hive on Test. Был чистый Spark, на мой продюсер только. Я джойнил их в Hive, замерял результат выполнения запроса. И джойнил их в Greenplame. Тогда еще не было пушдауна путем поднятия данных туда и соединения их в Greenplame. И за время я здесь брал время от начала загрузки первой таблицы в Greenplame и до выдачи результата. То есть, все суммарно вместе с загрузкой. Так вот, Greenplame справлялся лучше. Просто потому, что подняв данные в себя и джойнив их у себя. Просто потому, что он более оптимально выполняет джойны. Но сейчас уже, конечно, это не совсем так. Благодаря Hive on Test, Hive on Spark джойны можно делать в Hive. Это будет более-менее эффективно. Но, опять-таки, надо считать. Вы можете создать вьюху в Hive и сделать внешнюю таблицу в СУБД, которая смотрит на вьюху в Hive, под которой выйдет джойн. Ну, сценарий. Да, и там последний вопрос по Greenplame немножко сплит партиций существует. Да. И как сплитятся внешние партиции, получается? А вот внешние никак. А внешние не сплитятся. Да, но на самом деле сплитятся просто в несколько шагов. Нужно их опять сделать, отвязать от внешней таблицы. Причем данные мы не трогаем. Только про метаданные сейчас говорим. Данные все так же остаются во внешней системе. Туда по ЛТП пишут источники. Все так же. Но в этот момент мы сплитим часть, подменяем обратно на обычную партицию. То есть создаем таблицу, сходную по структуре, с исходной таблицей. И подменяем обратно внешнюю партицию на обычную таблицу. И обычную партицию теперь уже можно сплитить. И затем обратно... А данные из нее пропали при этом? Данные остались в InMemory. Ну, они остались в отсоединенной внешней партиции. Да, это блокировка таблицы. Ну и нам потом еще нужно перелить тогда данные назад. Часть данных. Из InMemory, которая уже попадает в ту партицию. Ну да. Да, часть данных нужно будет забрать. Это и есть то, о чем я говорил, тот продукт, который мы разрабатываем. Он будет следить за устареванием, все вот эти операции он будет сам делать. И, например, у вас там есть задача хранить 30 дней в InMemory, вот то, что я показывал примерно, год в MPP и там 10 лет в Хадупе. И вот там переливаете вы данные каждый день. Наступает следующий день, у нас есть данные за 31 день, которые лежат в InMemory, просыпается эта штука, сплитит партицию, переносит часть строк туда. Ну, в общем, понятно. Понятно, что на это время таблицу нужно лочить, потому что данные могут быть неконсистентны. И еще один вопрос, если позволите, партицирование по произвольному экспрессиону, как в Terodate, есть? А, я понял. Надо посмотреть. Возможно, это появилось в последних версиях, которые я не видел еще. Релизноц. Возможно, продолжение первого вопроса. Интересует именно интеграция Ignite с GreenPlan. Вы сказали, что в качестве холодного хранилища не используете PDS, который есть в Ignite. Persistence, да? Да. А именно в GreenPlan. Вы писали интеграцию через общедоступный паблик API кэш-стор. Вы про REST, да, сейчас говорите? Нет, я говорю про слой данных под памятью, скажем так. Я подозреваю, что ответ нет. То есть, мы написали две интеграции. Первая интеграция использует REST SQL интерфейс Ignite. Мы работаем только с SQL. То есть, в Ignite мы отправляем только SQL запросы. Может быть, такой ответ. То есть, Ignite не используется именно как L2 кэш. То есть, когда мы добавляем данные, и в случае, если мы в кэше Ignite, в смысле, в Ignite не нашли данные, он не идет в GreenPlan за ним. Да, совершенно верно. Потому что клиенты в общем случае ходят только в MPP с OBD. Где как раз благодаря механизму внешних таблиц данные собираются из всех трех партиций. Из трех систем, извиняюсь. Действительно, если прийти в Ignite, запросить таблицы данные, то ты получишь только те данные, которые находятся у Ignite в памяти. Ignite сам не сходит в GreenPlan и не спросит, есть ли там таблицы. Но это и не нужно в большинстве случаев, потому что оба этих кейса, которые я описывал, они существуют независимо друг от друга. В случае первого кейса у нас вообще никакие клиенты сюда не обращаются. Мы сюда только пишем, а клиенты обращаются в GreenPlan, в аренду а во втором случае клиенты обращаются в Ignite, но требуют только данные из горячих витрин. И все эти витрины целиком мы перебрасываем в Ignite и обязательно храним еще дополнительно в MPP. На случай, если как раз умрут два сервера из кластера и мы потеряем часть данных витрины, какой-то шарду. То есть все-таки GreenPlan, он дублирует данные, которые в Ignite? Для второго кейса дублируют, для первого кейса как настроить, и может дублировать, может нет. А вот на схеме изображены связи Ignite к GreenPlan. Вот это что за обращение? Это PXF, наш протокол, наш фреймворк, который использует два протокола на выбор. Либо это стандартный REST SQL протокол Ignite, то есть по REST-у можно закинуть ему SQL и по REST-у уже забрать результат. Это стандартная Ignite-овская фишка. Ну, как возможность. Либо же GDBC, классический GDBC. А с точки зрения кластера Ignite, кластер GreenPlan, это одна сущность? Нет. И транзакции тоже распределенные, они неконсистентны в рамках всей глобальной транзакции. Точнее, они неконсистентны на запись в Ignite. На чтение они всегда консистентны, потому что мастер знает, что если отвалилась одна из транзакций, роллбэчит, делает роллбэк всей транзакции на всем кластере, на всех сегментах. А вот в случае на запись, вы действительно, я думаю, что вы про это хотели сказать как раз. Совершенно верно. В случае на запись мы должны писать в кэше в отдельную область, стейджинг область, стейджинг таблицу. И в случае, если у нас одна из транзакций падает, мастер понимает, что что-то пошло не так, он не смог записать все эти 150 чанков туда, и ETL средства просто грохает эту стейджинг область и пробует еще раз. А вот такой вопрос. Если у нас упала нода не Ignite, то есть Ignite у нас остался и работает, а упала нода Greenplum, должен запуститься ребалансинг на Greenplum. Нет, там немножко все по-другому устроено, там не ребалансинг. Я просто не знаю, стоит ли сейчас это объяснять, это отдельная тема. Если кратко, меня интересует, если у нас поменялась, скажем так, топология Greenplum или что-то изменилось в кластере, Ignite сможет гарантированно обратиться к тем данным Greenplum, которые он ожидает увидеть. Ignite не обращается к Greenplum, Greenplum обращается к Ignite. Если выпадает нода Greenplum, то если очень кратко, просто если вдаваться там сложно, то часть нагрузки, которая была на этом сервере, она либо размазывается по всему оставшемуся кластеру, либо сосредотачивается на каком-то одном сервере. Это в зависимости от того, как вы настроите. И вот в любом случае, просто допустим, у вас там 10 машин, одна машина вышла из строя, и вся ее нагрузка легла на соседнюю машину. Это не самый хороший сценарий, но допустим. Вот эта машина просто будет запрашивать в два раза больше данных из кластера Ignite. Вот и все. Она возьмет на себя те запросы, которые должна была делать вот эта машина. Понятно, что скорость кластера уменьшится вдвое, потому что это MPP, работаем со скоростью самого медленного сегмента. Но здесь тоже, почему я сказал, что два кейса, два сценария. Второй сценарий, это когда мы берем вот эту там условную нагрузку 100% и размазываем по оставшемуся машинам в кластере, там по 10%, например, тогда просто каждый из оставшихся машин будет передавать в Ignite на 10% больше запросов по получению данных. Если упрощенно. Хорошо, спасибо. Скорость это написана в основном на PGSQL, на чем решение сделано. Вы имеете в виду, что именно написано? Вот ваш платформа, которая все объединяет этот код, который… Нет. SQL это ваш интерпретатор, правильно ведь? Который разделяет обращение на партиции, тот код, который вы демонстрировали. Это функционал Greenplama. А откуда он знает об Ignite? Что еще раз? Откуда этот функционал знает об Ignite? Он знает драйвер, который ему необходим для обращения к Ignite и знает реквизиты кластера Ignite. Затем ему необходимо передать это во внешний фреймверк PXF. PXF написан на Java. Внутри Java поднимается GDBC драйвер. Он всегда поднят на самом деле. И во внешнюю систему улетает запрос. Запрос свыточный. Так, понятно. Такой вопрос. А насколько поднялось быстродействие от использования Ignite? Насколько быстрее? Ну да. Это очень сложный вопрос. Если мы берем OLTP нагрузку, вот первый кейс, который я рассказывал, когда мы пишем OLTP нагрузку, пишем большое число маленьких запросов, множество инзертов в нашу систему, там ускорение может быть в десятки тысяч раз. Тысяч? Да. Спокойно может быть. Потому что Grimplan возьмет на себя 700 запросов в секунду. Ну тысячи. 25 тысяч, если какой-то там инзерт в хип таблицу, там еще и какой-нибудь. Ну короче, 25 тысяч, это там его потолок фактически. Запросов в секунду. В случае Ignite, сами знаете, наверное, лучше меня даже, вы с Ignite общаетесь. Это же in-memory, понятно дело. Поэтому там может быть и миллион, ну там если кластер достаточный. В случае витрин более сложный, это зависит от, ну вот второго кейса, который я рассказывал, это уже зависит от тех запросов, которые прилетают к этим витринам. Если там where условия по primary key в Ignite, то тоже может быть разница там колоссальная. Ясно, спасибо. Более технический вопрос. Вот мы, когда мы запрашиваем Ignite партицию, там, когда мы обращаемся к партиции, да вот схема как раз была полезна. А, окей. Да. Не очень понятно, как определяется, какие части именно данного гримплама засасываются на какую из нот гримплама. Смотрите, вот когда мы делаем запрос к внешней системе, скорее всего, ну самый простой случай возьмем, это insert into физическая таблица в гримпламе, select все from внешняя таблица, которая смотрит на inmemory, да. Вот эта физическая таблица, которая лежит в гримпламе, она имеет свое распределение, свой distribution key. Это понятно. Когда запросы отправляются в Ignite, они в общем случае ничего не знают о распределении. Они генерятся случайно, вот эти айдишники. Но по мере того, как эти данные прилетают в гримплам, каждый сегмент, который получил эти данные, роутит эти строки, которые он получил в зависимости от хэша, их partition key на тот сегмент, на котором эта строка должна лежать в целевой таблице. Тут, наверное, долгий вопрос, надо полуарно обсудить. Ну, в общем, вкратце, да, есть shuffle-shack, это не очень оптимально. Ну, то есть... То есть они там условно сначала закачиваются неким образом равномерно на ноды, потом решапливаются. Ну, они в стриминге это делаются. То есть сегмент получил какой-то свой чанк, какой-то маленький. Да, но произвольный чанк. Да, произвольный чанк. Смотрят, тут там 10 айдишников на этот сегмент, 10 на этот, 10 на тот отправил. То есть тут фактически там download, apply, потом некий идет. Ну, типа да, да.